Всем привет! Продолжаем путешествие наше по Европе. Хочу вам показать Королевскую площадь Копенгагене. А Новая Королевская площадь, или Конгенс Нью Тора, занимает 32 акра. Самая большая площадь Копенгагена. Ее строили более 300 лет. И на нее выходят 13 улиц города. Но это как бы считается одна из множества достопримечательностей Копенгагена. В центре площади стоит конная статуя, изображающая короля Христиана V. То есть это того короля, как по приказу которого была построена эта площадь. А первая статуя короля была сделана из свинца, установлена на площади в 1688 году. Но, однако, со временем памятник начал ползать вниз, зыбкая почва оказалась. И в 1946 году свинцовая статуя была заменена на точную пророзовую купю. Здесь находится Королевский дворец Амаленборг. Является резиденцией правящей монаршей семьи. И они считаются одним из красивейших датских замков. К сожалению, мне не удалось не побывать в замке, как в Королевском дворце. А в замке проживает королева Маргер и ее семья. Оформлен комплекс в стиле Рококо. Фасады друг к другу. До начала строительства Королевского дворца в 1673 году На площади был воздвигнут замок, который назвали в честь супруги правящего монарха Фредерика III Софии Амалии. Дворец Софии Амаленборг, так ее звали, послужил резиденцией для Королевской четы до 1689 года. Но, к сожалению, был сильный пожар. В общем, все там загорело. Потом был построен новый современный дворцовый купюр. Да, хотелось бы сказать, что архитектурный ансамбль проектировал архитектор Николай Эдвед, который состоит из четырех отдельно стоящих зданий. Ну, в общем-то, с почти одинаковыми фасадами. Еще можно сказать, что в историко-архитектурный ансамбль Амаленборг управляющий эту площадь входит особняк Крестьяна VII или особняк Молкики, особняк Крестьяна VIII или Левенцава, особняк Фредерика VIII или особняк Рокторфа, особняк Крестьяна IX или особняк Шак. Президенция королевы и клонадо, соединяющая особняки Молкики и Шак. Вот и все вроде как вам рассказал об этом комплексе. Там еще есть особняк Дэн, церковь Фредерика, конная статуя Фредерика V, о ней я уже говорил, и разбита со стороны гавани парк с манежом, прилегающий к особняку Молкики. Вот и все. Вот такая вот дворцовая площадь в Копенгагене. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!